Всем привет! Меня зовут Сергей. В этом видео я покажу вам самые заказанные товары для кухни с Алиэкспресс. По идее, эти недорогие позиции должны упростить нам процесс готовки. Посмотрим, так ли это на самом деле. Я заказал большую кучу посылок. Видео будет выходить постепенно, как будут приходить по ссылке. Пишите в комментариях, что можно заказать и проверить. Если вас что-то заинтересует, все ссылки на товары в описании. Начнем с первой вещи. Форма для вареников. Это маленькое, но хитрое приспособление поможет вырезать одинаковые круги теста и быстро слепить из них вареники. Форма аккуратно и крепко склеивает края и делает их волнистыми. Конечно, можно также по-старому выдавить тесто стаканом, а края слепить вручную. Но, как по мне, вот такая дешёвая вещь с Алиэкспресс намного упростит это дело и вы сможете налепить вареников в два раза быстрее. Держатель для нарезки лука. Отличное приспособление, скажу я вам. Лук нарезается быстро, ровненький полукольцами оптимальной толщины, причем без единой слезинки. Но что же лук? Приспособлением удобно нарезать практически любой овощ или фрукт, помидор, огурец, свёклу, картофель или морковь, а также шинковать куски капусты, удерживая держателем для лука. Думаю, что это ещё не всё, на то, что он способен. Новые возможности ждут ещё впереди. Безупречный помощник изготовлен в виде гребня, длинные острые зубья из незжавеющей стали, удобная ручка из пластмассы. Всё просто и без затей, а какой потенциал для использования? Нож для овощей. Видел этот чудесный девайс в нескольких обзорах. Пришла овощерезка в течение месяца. Первая реакция – какая же маленькая посылка. А это точно овощерезка. Оказалось, что овощерезка уменьшается в руке. На фотографиях выглядит крупнее. Пластик скудненький. В работе овощерезка понравилась. Бодро нарезает морковку и огурцы. Любителям красиво и разнообразно подать овощи к столу. Точно понравится. И для корейских салатов подойдёт. Очень удобно в работе, но есть минус. Практически невозможно протолкнуть весь огурец или морковку до конца. Маленький кусочек всегда остаётся. Либо придётся корячиться, чтобы его протолкнуть. Тёрка для сыра. Поверхность полотна тёрки довольно острая. Натирать продукты в удовольствие. Идёт как по маслу. Руки при этом ещё ни разу не пострадали. Стараюсь пользоваться аккуратно. Использую данную тёрку, когда необходимо натереть небольшое количество того или иного продукта. Но не хочется доставать свою обычную четырёхгранную тёрку ради одной маленькой морковки для супа. Либо горстки сыра на бутерброды. Её потом нужно помыть, посушить. А здесь быстро всполоснул под проточной водой. Полотенцем протёр и всё убрал на место. Тёрка для чеснока. Тереть мелкие продукты с мягкой текстурой – одно удовольствие. Вот только в названии нужно было чётко определить задачу тёрки. Она годится только для натирания чеснока или лука, если его нарезать на части. Разговоры о мелких продуктах значительно расширят функционал тёрки, но не повышают её возможности. Напоминаю, что режущие крайне острые, и не все продукты можно безусиленно тереть. Щуп для мяса. Погружной кулинарный термометр со щупом определяет температуру в твёрдых продуктах или жидкостях в диапазоне от минус 50 до 300 градусов и показывает результат на крупном электронном дисплее. В основном используются для приготовления мяса. Его можно удобно расположить внутри стейка и узнать о его готовности и степени поджарки по правильной для стейка температуре. Если вам понравился какой-то из товаров, все ссылки на товары в описании. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!